В нашем городе за первые полгода 2022-го зафиксировано четыре крупных пожара на площади 2200 квадратных метров. В сёлах под Севастополем ликвидировано 34 возгорания сухой травы и мусора. Это одна из самых распространённых причин возникновения пожара. Ведь жители отдалённых районов занимаются огородничеством и садоводством, ухаживая за своими участками, убирают ветки и траву. Однако не все вывозят их на контейнерные площадки, а складывают во дворах или поблизости. Это может привести к возникновению пожаров рядом с домами. Но не в каждом селе есть специальная площадка, куда можно отнести сухие ветки и скошенную траву. Принято решение, скорее всего, будем выносить это на комиссию, тоже городскую, о том, чтобы в период вот этого пожара, особого пожароопасного периода, создавать какие-то места и, соответственно, помогать нашим жителям где-то складировать для начала, а потом всё это отправлять на переработку. Конечно же, большая просьба к нашим жителям соблюдать вот эту пожарную безопасность и наводить порядок, конечно же, вот на территории своих прилегающих территорий, которые прилегают к домовладельцу. Однако любая искра может привести к печальным последствиям. Если всё же пожар случился недалеко от дома, по пути к месту происшествия спасатели нередко сталкиваются с рядом препятствий. Часто пожарная машина не может подъехать к источнику возгорания. Непонятно, почему хозяева земельных участков, домов не загоняют свою машину на свои территории, а ставят возле домов на проезжей части. Может, так удобнее быстро уезжать, но, тем не менее, эта же припаркованная машина будет мешать проезду. В данный момент у нас обновляется парк техники, поступают на вооружение новые образцы с большим запасом воды, но смысл теряется от этой техники, потому что она просто не может проехать к месту пожара. Орлиновский муниципалитет включает в себя более 10 сёл. Они находятся в непосредственной близости от лесов. Это дополнительный источник рисков во время пожароопасного сезона. В 90% случаев причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Некоторые люди пренебрегают правилами пожарной безопасности. Во время действия особого режима, который был введён в Севастополе 11 июля, категорически запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву. С июня месяца эти санкции были увеличены на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей за нарушение данного особого противопожарного режима. С начала текущего года по всей России произошло более 6 тысяч пожаров. Огонь охватил площадь более 860 тысяч гектаров. Сгорели почти 1300 зданий. В результате разбушевавшейся стихии погибли 17 человек. Около двух тысяч наших соотечественников остались без крыши над головой. Сотрудники МЧС напоминают – пожар – общая беда. Ведь в любую секунду огонь может перейти на соседние дома. Поэтому первым делом при возникновении возгорания нужно немедленно звонить по номеру 01 или 112.